Приветствую всех своих подписчиков, кто следит за моей гидропоникой у меня на канале, но и не только про гидропонику, канал у меня там еще и технический, но до технической части я пока так руки и не дошли, у меня там по инверторам, по печкам индукционным, а гидропоника между делом тут растет, много времени не отнимает, поэтому вот что-то я могу показать, а вот по поводу индукционных печей, ну просто нет времени, совсем замотался, тут еще у нас в Питере жара, стоит 30 градусов каждый день, а я стройку тут затеял, дачу пытаюсь привести в порядок и мастерскую себе выделить, ну сделать такое более-менее для жизни приспособленное помещение, вот и поэтому абсолютно некогда заниматься какими-то серьезными делами, а гидропоника между делом растет, ну и соответственно весна, и посадил помидоры тоже, и у меня, кто спрашивал, в конце видео я покажу, что у меня в этом году с помидорами, с моими, там я чуть-чуть подкорректировал, вот первоначальный раствор, вот ссылочка на тот раствор, на котором я изначально выращивал, да, там можно посмотреть, как я его приготовлю, а внизу под видео в описании, там можете посмотреть то, что у меня сейчас, в данный момент, на помидоры в гидропонике, я там все подробно распишу, что, как я делаю, там можно будет прочитать, посмотреть, вот, ну вроде растет все нормально, вот, а это видео я хочу так немножко посвятить, вот, своей этой идеей, я все-таки решил кактус на гидропонику посадить, вот, первоначально я попробовал кусочек кактуса, у меня есть семян, ну и кто видел, тот знает, я показывал там, когда с клубникой экспериментировал, я подсаживал этот кактус в эту же установку на гидропонике, и он неожиданно, этот кактус дал корни и очень хорошо пошел в рост, и вот меня это заинтересовало, и я вроде как решил дальше попробовать, поэкспериментировать с этим кактусом, ну и с другими кактусами, именно на гидропонике, мне просто это стало интересно, и добиться, ну, цветения, плодоношения, потому что вот этот кактус, который конкретно у меня сейчас в установке сидит, ну, я сейчас вот попозже покажу вам все подробно и расскажу, это петахая, у него плоды съедобные, вот, из семечек я его вырастил, уже 4 года у меня сидел в горшках, ничего не цвел, ну и так хиленько рос, и я вот решил попробовать его, сунуть в гидропонику, и на удивление что-то стало получаться, вот, вот, и стал вот это, почитал я про эту петахаю, потому что никогда с кактусами не занимался, не сталкивался, и что интересно, все пишут, что не любят частых поливов, нельзя перезаливать, редкая подкормка, ну, как ни странно, растет, растет эта петахая нормально на гидропонике, на проточке, на постоянной проточке, это учесть, что постоянно течет раствор, и он находится, этот кактус, непосредственно в питательном растворе, вот, это удивительно, я просто потом попробую, если где-то куплю, или кто из соседей мне тут отдаст, какие-то кактусы, посмотрю, как другие кактусы будут реагировать, может, этот чисто петахая так себя ведет, но, во всяком случае, я перерыл весь этот интернет, и не нашел никаких вот ссылок, ничего по поводу выращивания именно кактусов, именно на гидропонике, в помещении, под искусственным освещением, но, похоже, я буду первый, но, если кому интересно, смотрите, я сейчас все подробно расскажу, покажу, подписывайтесь на канал, кому интересно, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои видео, просто по поводу гидропоники я почаще видео выкладываю, но это у меня время особо не занимает, ну, и что-то покажу, расскажу, и можно будет проследить весь процесс, как и что у меня растет, и вот, свои эксперименты с этим кактусом я тоже буду показывать, ну, такая серия роликов сейчас пойдет у меня именно про этот кактус, про петаха, и я вот задался целью добиться его цветения и плодоношения, но посмотрим, что получится, так что следите вместе со мной, ну, давайте перейдем теперь к моей установочке, и буду рассказывать, что и как я тут с ним экспериментирую, ну, вот, моя экспериментальная установочка, кто смотрел мои предыдущие видео, я ее показывал, рассказывал, как она у меня сделана, что у нее, я в прошлом году в этой установке выращивал клубнику, именно зимой, вот, пытался добиться, чтобы клубника зимой была, и она у меня была, у меня все получилось, ну, поскольку я сам клубнику не особо люблю, вот, я как-то все-все раздал, короче, перешел теперь на кактус, вот, поскольку меня очень заинтересовало поведение этого кактуса именно в гидропонике, нигде я не видел, не слышал, чтобы кактус сажали на гидропонику, вот, ну, в предыдущих я показывал, когда клубнику высаживал, все у меня на канале есть, там плейлист делодачный, там можно найти, вот, последнее видео, там я показывал, как я подсадил кусочек этого кактуса к клубнике, он неожиданно у меня пошел в рост, и я этим заинтересовался, и решил продолжить эти эксперименты, ну, так теперь в двух словах, вот этот у меня кактус в этом горшке, он ну, у меня в двух горшках они были, вот этот горшок и вот этот горшок, вот этот я пока не трогал, он такой и есть вот, я его поливаю, он не на гидропонике, просто стоит как тестовый у меня, ну, и я решил его тоже поставить на гидропонику прям целиком, вот, это я сделаю потом, потому что вот этот донорский у меня, второй горшок был, от него я отрывал кусочки и высаживал вот сюда гидропонику, я это все показывал, сейчас расскажу еще подробнее, кому интересно вот смотрите, вот этот, вот это был первый, самый первый у меня вариант, который я подсадил он был вот такой маленький, видео там есть, я показывал рядом с клубникой, он совсем там маленький такой кусочек и все, вот один кусочек вот такой вот формы, как вот этот, ну, вот такой вот маленький, да и вот он пустил корни и пошел в рост, в рост, в рост, в рост и все растет, растет очень все это быстро примерно 5 мм в сутки вырастает, вот сейчас так пошло в рост я еще, сейчас остановлюсь подробнее на том, что, что я заметил в наблюдении за этим кактусом как и что растет, соответственно, у меня сначала было посажено все на постоянную проточку ну, как клубника у меня тут росла, я сюда же посадил единственное, что я чуть-чуть подкорректировал раствор в сторону чуть-чуть азота увеличил кальций уменьшил, магний уменьшил, фосфор чуть уменьшил фактически, но поскольку я так подумал, что кактус это все-таки, ну, в основном, вот он зеленый, листва, азот ему нужен для роста и, в принципе, я вроде не ошибся вот, посадив на проточку, стала развиваться хорошо корневая система на постоянной проточке очень быстро пошли корни и вот эти росточки, вот они у меня насажены тут все они сразу дали боковые почки ну, вот здесь вот видно, тут они уже разрослись, вот большие вот был вот посажен только вот этот стебелек один, вот такая вот палочка вот это все от него пошли отростки вот это тоже все отростки, это вот то, что выросло уже на гидропонике непосредственно был посажен только вот этот кусочек вот я отламывал вот от этого кактуса и сюда впихивал впихивал разные, вот такой, вот такой, отдельные ну, какие были, чтобы посмотреть фактически все, что я воткнул все пустило корни и прирослось это вот очень забавно дальше, что я планирую делать вот смотрите, что я заметил когда посадил я его и постоянная проточка у меня была постоянно протекала питательный раствор, постоянно тек корневая система развивалась пошли вот такие вот маленькие вот боковые почечки такие вот набухли ну и вот он как бы рос не очень быстро я решил сделать периодическое затопление вот, и у меня получается поскольку таймер цифровой такой у него всего 8 режимов которые может он включать, выключать я сделал его, полтора часа заливается, течет раствор полтора часа стоит без раствора и в таком режиме у меня сутками работает сейчас и что я заметил, очень резко пошли расти вот эти боковые боковые все вот штуки отростки именно на периодическом затоплении когда проточка постоянная была просто много почек было но они фактически сидели не росли а вот как только перевел на периодическое затопление все пошло очень в рост вот эти вот такие куски вот это буквально за 2 месяца вот этот кусок вот отрос такой большой ну и сейчас вот я говорю что я так вот смотрю 5 мм от 5 до 10 мм в сутки он растет с такой скоростью вот это стало интересно вот потом я что заметил еще такое вот куски которые были посажены с отломанными макушками да вот у которых тут были почки срезаны вот вот эти вот куски дали боковые отростки очень мощные их много вот а которые были вот с макушкой неотрезанные они просто пошли дальше в рост вот этот вот этот вот так в рост то идет вот видите а вот эта была отломанная макушка у него боковые идут вот этот самый последний я подсаживал Вот этот подсаживал. Вот у него тоже макушка была не отрезана, и он пошёл просто продолжает расти. Вот, очень быстро растёт. Что я решил впоследствии сделать? Во-первых, попробовать на части просто прищепнуть макушке. Ну, отрезать вот эту почку роста, как на обычных растениях. И посмотреть, пойдут ли у него боковые отростки. Это, во-первых, и это я в следующем видео сделаю и всё покажу. Вот. И попробую вот к этому, который самый у меня первый стоит. Он такой вот мясистый, хороший. Попробую к нему привить отдельно ветку непосредственно к кактусу. Потому что я где-то в интернете читал и видел, что народ прививает кактусы, и они нормально прививаются. Вот. Если получится сформировать нормальную из него боковые побеги, прищепнув макушку, то, возможно, можно будет добиться и цветения, и плодоношения. Ну, это мои такие предположения. И ещё что интересно, что влияет вот периодичность затопления. Я думаю, что, чтобы этот кактус зацвёл, ему нужно создать условия, ну, близкие к природе. То бишь, сейчас можно сказать, если так, что это период дождей, вот идут дожди, да, и он набирает массу быстро. Пустил корневую систему. А потом нужно ему дать вот период такого засухи. В это время он должен начать цвести. Соответственно, можно просто будет увеличить интервалы, когда будет прилив, отлив. Вот. Чтобы они больше стояли без, вообще без питания. Ну, где-нибудь, может быть, там пару раз в сутки заливать. А потом, чтобы стояло просто без проточки, корни просто там во влажной среде. Ну, поскольку в трубе влажно. Вот. И посмотреть, что будет. Ну, сначала я буду вот формировать эти крону. Попробую, значит, ещё, есть идея такая, как-то вот срастить, допустим, два. Вот их надрезать, надрезать, совместить и посмотреть, срастутся ли они. Чтобы, как бы, организовать такой большой толстый ствол изначально с корнями. А потом уже формировать крону. Но это я вот буду делать, как раз подготовлю там инструменты и всё. И в следующем видео покажу, что я буду тут прививать, прищеплять макушки. И буду следить и показывать вам, что у меня будет происходить дальше. Пока что вот раствор вот здесь у меня точно такой же, как у меня в этом году растут помидоры. Сейчас про помидоры пойдём в теплицу. И я вам про помидоры тоже расскажу. Ну, вот это как бы затравка к будущим. Будет такая серия у меня видео по кактусам. Вообще по кактусам. Мне просто стало очень интересно самому. Можно ли вообще вот только этот кактус, петахая, вот он так себя ведёт, этот кактус на гидропонике. Либо вообще можно любой, подогнав под него какую-то рецептуру педательного раствора. И периоды затопления, отопления. Вот. И плюс ещё здесь же на гидропонике можно регулировать температуру раствора. Вот. И посмотреть, допустим, если повысить температуру раствора, как он себя будет вести. Либо понизить температуру раствора, как будет себя вести. Просто опустив там в бак, ну, обычный нагреватель из аквариума. И там можно выставить определённую температуру. Вот. Так что очень мне стало интересно про этот кактус посмотреть. И вот просто хочу добиться его цветения и плодоношения. Ну ладно, пошли тогда ко мне туда в тепличку мою экспериментально. Там, где мои помидоры, расскажу. У меня там тоже кое-что есть интересное рассказать про свои помидоры. Ну вот моя тепличка. Маленькая. Бардачок, конечно, у меня тут. Вот. Сюда так складываю инструмент отдать. Думаю, может быть, дождик пойдёт. Но его так всё и нет. Жара. Ну, теперь я немножко расскажу про свои помидоры, что у меня в этом году получилось. Тоже есть кое-какие наблюдения интересные. Вот. Я думаю, что вам тоже будет это интересно. Ну, установка я вот показывал. Там всё у меня в Дела дачный плейлист можно найти. Каждый год я их выращиваю. И на семена у меня просто в прошлые годы я всё разослал, свои все семена. Вот. И в этот раз тоже соберу семян побольше. Потому что помидор много вырастает. Вот. И очень интересный сорт у меня получился. Поэтому сейчас расскажу, как он себя ведёт. Я просто тут стал наблюдать, и мне стало интересно. Ну, вот эта маленькая моя установочка. Ну, она тут получается где-то 2 метра. Вот так. Раньше я сажал в неё где-то 6 максимум кустов. Вот так вот, через состояние. Потому что этот сорт, он разрастается. Он кустовой такой. Он очень в разные стороны разрастается. В этот раз я думал обновить семена. Вот. И засадил все свои дырки. Они через 8 сантиметров. Вот так вот. Засадил саженцами. Надеюсь, что я потом прорежу. Выберу самые большие и хорошие. Вот. И оставлю штук 6. Посадил я их сейчас 20 штук вот в эту установку у меня вошло. Ну, и, соответственно, ремонтом занимаюсь. Совсем про них забыл. И как-то решил проредить уже. Посмотрел. Есть, которые побольше выросли, которые поменьше. Думаю, сейчас я повыдёргиваю часть. Вот. И самые крупные оставлю. Ну, и получилось, что всё. Мне их не выдернуть. Я выдернул 3 штуки, повредив корни. Потому что они уже в этой трубе, в моей... Ну, сотка труба. Труба 110-я там. Ну, я показывал. Всё у меня на канале можно найти. Про эти помидоры. Вот. И мне их не вынуть просто было. И я плюнул и оставил все. Соответственно, сейчас у меня здесь 17 кустов. Они сидят вот через такое расстояние. Перепутались все своими ветками здесь. Я вот ничего не делал. Не обрывал, не обламывал. Вот они растут. Как растут. Такие вот ветки. Вот с помидорами. Помидоры тяжёлые. Приходится подвязывать. На них... Ну, они такими гроздями. Сейчас вот они вот белеют. А потом начнут краснеть. Сейчас вот покажу. Ну, примерно. Вот. Вот гроздь, которая одна из первых была. Ну, вот её размер. Но она ещё подрастёт. И их очень много. Ну, когда это всё закраснеет, тут просто будет такими красными стоять точками. Сейчас вот зелёные не особо видно. Вот. Здесь даже что-то вон там чуть желтеют уже некоторые. Ну, вот такая петрушка. По раствору, я как сказал, там внизу в описании можно посмотреть, на каком растворе у меня сейчас это. Вот чуть-чуть поменял, и мне кажется, что всё-таки такой раствор лучше. Судя по листьям, в прошлые годы у меня, когда начинало массово плодоносить, у меня не хватало питания, и листья, ну, такие у них были вот крапочки. Ну, они жёлтые выходили уже, конечные. Сейчас этого нет. Листья не скрючиваются. Они вот слегка скрючивались раньше так. Хотя жара стоит 30 градусов на улице, а тут в теплице вообще очень жарко. Вот. Так что по раствору можете, кто вот там пользуется тем раствором, который первый у меня был, я показывал, да, как я его готовил. Этот я готовил аналогично, но я вот чуть-чуть подкорректировал. Там всё можно почитать. Наверное, вот нижние вот эти можно поотрывать. И ветки. Вот. Потому что эта трава особо не нужна там внизу. Но пока так. А вот это, вот это рассада у меня была. Вот смотрите, я эту рассаду, ну, отсюда часть посадил, вот она примерно такого размера и была. Вот сажал я, вот так вот опуская, вот эту всю часть непосредственно в установку, и торчала только макушка. Ну, смотрите, что интересно это. Здесь вон они какие. А здесь вот, где они были, хотя я иногда поливал, но они стоят, просто жалко выбросить было, и они вот стоят. Я иногда раствором их подливал, вот, но они и не растут, и не вянут. Вот они, вот, если сейчас вот этот росточек посадить где-то там в помещении, он опять пойдёт вот в такой рост. Вот это забавно, что эти уже плодоносят, а эти, если вот их не кормить, или кормить слабо, то вот он зацветает, вот у него цветочек, в принципе, но он вот такой карликовый вырастает. Видите? Я не знаю, это только с этим, вот с моим сортом, такая вот вещь, либо это вообще все помидоры так себя ведут. Ну, поскольку я раньше пробовал помидоры, обычно если не кормить их, ничего, они просто тянутся, длинные такие вырастают, вот, хрупкие, а этот нет, если его не кормить, он будет вот такой маленький, ну, либо плохо кормить, вот, но всё равно даст помидоры. Вот, сейчас я вам покажу, там ещё в одном месте я посадил, непосредственно в кокос. И там тоже вот, другой вариант получился, но тоже связано с ростом и с плодоношением. Сейчас покажу. Ну, вот смотрите, это вот у меня яблоня, и я в этот раз, ну, поскольку много я прорастил саженцев, выбрасывать было жалко, но я уже показал там, вот, у меня даже остались до сих пор эти саженцы. Значит, я просто банку, пятилитровую, прорезал дно, там вот пробка, и навтыкал сюда, я вот сюда три саженца воткнул, и вот вниз тоже туда, в пробку, воткнул три саженца, ну, просто, чтобы не выбрасывать. Ну, вот смотрите, они цветут, то, что сверху, они лучше, соответственно, и растут, снизу, но тоже вот они растут, не вянут вниз головой. Ну, при этом, это те же самые, в одно время я сажал, что в установку, и что сюда. Так, какой размер здесь, ну, вот, хотя они вот плодоносят, это в кокосе, там вот, ну, кокос, и поливаю я их тоже своим питательным раствором, но там через раз, раз раствор, раз просто водой, ну, чтобы не засаливалась почва. Ну, и видите, он совершенно карликовый, он совсем другой по виду, продолжает свистеть, видите, вот, вот эта часть уже плодоносит тоже, и фактически никуда он вверх не тянется, он вширь растет, пускают боковые вот отростки, они зацветают и начинают расти. Получается, что он, либо у меня мой сорт уже привык к гидропонике, потому что он уже, наверное, десятый год, вот, семена, которые я высажу и постоянно на гидропонике, поэтому на такое бедном питании, допустим, как в земле, он просто вот так себя ведет, не растет максимально, но при этом цветет и плодоносит. Так что, я думаю, даже можно в горшке его дома поставить на окне, и он будет расти, такой помидор. Ну, вот такие мои наблюдения. Ну вот, по помидорам все понятно, так что, кому интересно, спрашивайте, там я отвечу на вопросы, вот, если интересно. Ну, а вот это вот у меня тоже вот кактус, но он в теплице стоит. В кокусе тоже поливаю своим раствором, и он вот такой вот большой, вот пускает боковые, я просто хочу понять, влияет ли, ну вот, жара, солнце, на рост. Посажен был вообще вот такой кусочек, обломочек, вот, закопан просто, он сразу дал боковую почку, и пошел в рост. Вот у него тут тоже вот боковые почки тоже пошли. Вот этот я росточек вот как раз хочу привить к тем кактусам, и посмотреть, что у меня будет там дальше. Ну, и теперь еще одно наблюдение по воде, на котором я делаю раствор. В этом году у нас тут жара, солнце, дождей вообще нет, так что я раньше на дождевой воде все разводил, в этот раз воды нет, и я рискнул на скважиной, вода из скважины, вот, она не очень хорошая, много железа, сейчас я вам вот покажу, кому интересно, и кто досмотрел тут фактически до конца, пока покажу про воду, про свою. Ну, вот, и уже пару недель я на воде, на скважине, ну, не знаю, как, посмотрю, что вот изменится у меня с помидорами, или изменится, не изменится, не знаю, короче, я все время на дождевой, в Питере дождей хватало, а в этом году прям тут зной. Ну, смотрите, вот вода, да, вот, если из скважины набираешь, ну, вот она вот такая прозрачная, чистая, ну, вообще, такое впечатление, что она просто замечательная вода. Постоит, она, видите, желтеет, вот, и выпадает там осадок. Так что, вот это вот, то, что было налито, и просто стоит вот здесь, чтобы вам показать, как она меняется. Вот это отстояло в бочке три дня. Осадок уже опал, и вода прозрачная, чистая, вот стоит уже третий день тоже, ничего, не желтеет больше, ничего, никакого осадка нет. Вот это две воды, вот эта вода тоже прозрачная и не желтеет. Это вот такую желтую, я через кувшин-фильтр вот пролил, вот этот, вот она тоже чистая, не желтеет. Фактически кувшин-фильтр справляется. Вот эта вода тоже прозрачная это я сразу через кувшин-фильтр пролил, ну, из крана, из скважины непосредственно сразу взял и пролил. Так что получается, что железа много в воде, надо либо фильтровать, либо фактически отстаивать. Вот это вот в бочке наливал и отстаивается и нормально. Ну, вот такую воду, которая у меня отстояла, я использую сейчас в своей гидропонике. не знаю, что получится, будем смотреть. Ну, вот вроде все, что хотел рассказать, показать, в своей нарисовке. Спрашивайте, просто я так сумбурно снимаю сразу, особо ничего не продумывая. То, что с моей точки зрения, мне кажется, это интересно, вот это мои наблюдения, то я показываю, рассказываю, потому что мне это самое интересное. Ну, и кто-то смотрел до конца, соответственно, я понимаю, что это нормальные растеневоды, которым это интересно все. И если среди вас есть кактусоводы, то напишите мне, вот что попробовать мне с кактусами, поэкспериментировать, какой взять. Вот, я с удовольствием попробую, мне стало даже очень интересно, потому что кактус на гидропонике это нонсенс такой. Вот. Ну, всем пока, удачи, не болейте, ну, и будьте позитивны по жизни. Пока.